Опаснейший момент! Муса имеет возможность открыть счет и все-таки продавливает! Конец сезона Анжи провалил с треском. В каждом из последних шести матчей махачкалинцы пропускали больше, чем их соперники. Прямого вылета из премьер-лиги желто-зеленые избежали лишь благодаря победе на Тосно. Теперь за место в элитном дивизионе дагестанцы поспорят с бронзовым призером Футбольной национальной лиги. Енисея сейчас за свою 81-летнюю историю. Это ее, наверное, самый большой взлет. Второй год подряд команда занимает третье место и играет в стыковых матчах. Поэтому будет очень сложно с ними играть. Тем более, там играют трое дагестанцев. Это дополнительная сложность для команды Анжи. Мотивации у Сердерова, Гасанова и Фатулаева хоть отбавляй. Каждый из них когда-то защищал цвета родного клуба. Енисея никогда прежде не играл в премьер-лиге. В Красноярске ждут от команды только победы. Билеты на домашнюю игру фанаты раскупили за несколько часов. Самое любопытное, что и у Енисея, как я понимаю, не самый лучший период. Они весь сезон лидировали в ФНЛ, но в концовке отдали обе путевки в премьер-лигу. Вот сейчас, я думаю, эта игра покажет, у кого дела хуже идут, наверное. Мне кажется, разница в классе между командами не настолько велика, если она вообще есть. Поэтому в этом противостоянии ключевую роль будет играть, кто больше хочет. Анжи хочет сохранить место в премьер-лиге или Енисея пробиться туда. После заключительной игры сезона с ЦСКА махачкалинцы остались в столице. В Москве футболисты провели два тренировочных дня. И сегодня утром команда вылетела в Красноярск. Часто меня московские журналисты спрашивают о том, каково настроение в команде. Есть ли потухшие взгляды у игроков, есть ли там плохое настроение. Честное слово, я хожу на тренировки команды, стараюсь посещать. И вот сколько я не пытался найти, выискать вот этот самый потухший взгляд, я пока не нашел его. Ребята борются, я думаю, в Красноярске они дадут настоящий бой. Первый стыковой матч состоится завтра, 17 мая. Начало в 15 часов по московскому времени. Ответная игра пройдет на Анжиарене 20 мая.